Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. ФСБ задержали мужчину, который готовился взорвать администрацию Рубцовска. В Крае проходит первый благотворительный выезд для детей, нуждающихся в палеотивной поддержке. Какие проблемы поднимают эти семьи? В юбилейном завершили второй этап благоустройства. Каким парк будет встречать зиму? Сотрудники ФСБ по Алтайскому краю при содействии с Челябинским управлением службы безопасности задержали потенциального террориста. Подозреваемый намеревался взорвать администрацию Рубцовска. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Это кадры оперативной съемки. На них 35-летний мужчина прогуливается по Рубцовску. Сюда он прибыл из Челябинской области. Год назад, будучи за границей, подозреваемый вступил в запрещенную проукраинскую организацию, сообщили ФСБ. И по заданию куратора отправился в Алтайский край. Здесь он подготовил компоненты и прекурсоры для изготовления самодельного взрывчатого устройства. Также в квартире было обнаружено взрывчатое вещество массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. Со мной связывался некий, давал мне инструкции, как сделать взрывчатое вещество. Цель для подрывов данной администрации. Следственным отделением ФСБ России по Алтайскому краю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по фактам покушения на совершение террористического акта и незаконное хранение взрывчатых веществ. Ему предъявлено обвинение по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана меры пресечения в виде заключения по стражу. В Алтайском крае проходит первый благотворительный выезд для родителей и детей, нуждающихся в палиативной поддержке. В первом таком мероприятии участвуют всего три семьи, дети которых болеют ДЦП, синдромом Ли и Костелло. А всего в крае нуждаются в палиативном лечении почти 300 мальчиков и девочек. Для чего организовали такой выезд и какие проблемы на нем поднимали, расскажет Юлия Щепина. Дерево. Я вот еще подрисовала листочки и птички нарисовала, и солнышко. Это Диана. Ей 15 лет, диагноз ДЦП. Девушка помогает родителям по дому, любит рисовать и обожает животных. У нее кот и три собаки, одна из которых – Алабай. Я была маленькая, она жила дома до зимы, чтобы вырасти. То есть она ложилась возле холодильника и ноги так растягивала и спала всю ночь. То есть или у меня на коленках. У Дианы есть сестра-двойняшка Эвелина с более тяжелой формой заболевания. Сейчас девочки и еще две семьи проходят реабилитацию в рамках благотворительного выезда, где с ними работают психологи, педагоги и волонтеры. Это первый подобный выезд в Алтайском крае. И возможным он стал благодаря помощи неравнодушных людей. Можно сказать, это пилотное мероприятие, цель которого – показать, какая помощь нужна детям с неизлечимыми заболеваниями на регулярной основе. Наши дети сейчас почувствовали облегчение. Им хорошо. Видно, что и улыбаются, и как-то и ручками что-то пытаются. Там цветочками играет уже. Случаев ДЦП в Алтайском крае немало, но есть и дети с редкими генетическими заболеваниями, которые сложно диагностировать. У Вероники синдром Ли. Страдает нервная система и процессы метаболизма. У Вероники произошел метаболический криз, следствие реанимации и установка трахеостомы. И вот первый раз мы попали в палеотивное отделение как раз в прошлом году летом. Когда ты становишься палеотивным пациентом, двери вокруг начинают закрываться. В плане того, что специалисты, они уже так напрягаются. Да, что есть риски у ребенка. И не каждый специалист обладает квалификацией. Вероника на учете в палеотивном отделении больницы Барнаула. Получает базовые медикаменты, расходные материалы и оборудование. Дополнительные витамины приходится заказывать. В обычной аптеке их не купишь. А российский аналог не так эффективен. Но самое главное, подчеркивает Александра, закрылись двери к оказанию социальной помощи. ЛФК, психолог, логопед. А это Женя. Ему 12, у него синдром Костелло. Случай один на миллион. Родители ежемесячно тратят порядка 60 тысяч на уход и реабилитацию. Не всегда родители с тяжелыми детьми могут прийти в поликлинику, проставить уколы. 20 штук, курс, например. Я могу, допустим, поставить уколы. Капельницу я не могу поставить. Хочется, чтобы в городе у нас привлекли внимание всех, кого можно, что какой-то хоспис или как-то его назвать, да, вот центр такой палеотивный, чтобы там дети, ну даже и взрослые от нуля до 35 могли получать вот такую помощь, необычную какую-то, с привлечением специалистов. В то же время комфортное пребывание, потому что вот когда мы в реанимации, что, кстати, очень актуально, у нас в крае нет реанимационных палат, где мама может быть с ребенком находиться. В рамках благотворительного заезда семьи как будто репетируют необходимые условия. Здесь дети живут с родителями. Они проходят реабилитацию, ходят на массаж, занимаются арт-терапией. Все это и нужно проводить в рамках специального центра. Семьи говорят, что в таких хосписах пациенты пребывают в отдельных палатах, проходят различные методы лечения, адаптированные индивидуально под каждое заболевание. Кстати, в других регионах такая практика имеется. Например, в Уфе. В Алтайском крае такого центра нет. И сейчас эти семьи благодарны за возможность участия в шестидневном слете его организаторам и спонсорам. В Алтайском крае проживает около 300 детей с палеотивным статусом. И каждый родитель стремится сделать качество их жизни лучше. Поэтому они надеются, что в скором будущем в Алтайском крае появится такой хоспис. И даже готовы приложить усилия к его созданию. Ведь все это ради детей. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. А в некоторых медицинских учреждениях края вновь вводят масочный режим. Так как о когда-то привычном режиме работы уже заявили в краевом онкодиспансере «Надежда». Сотрудники онкоцентра и его посетители теперь обязаны наносить средства индивидуальной защиты. А пациентам пока запрещено гулять по территории диспансера. Такие меры предосторожности вполне объяснимы. Дело в том, что при ОРВИ и коронавирусе человеку нельзя проводить противоопухолевое лечение. И поэтому жизненно важные процедуры могут просто перенести до выздоровления от вирусов, но при этом будет потеряно драгоценное время. Роспотребнадзор края пока не принимал решение о том, что маски нужно носить везде и всем. Но в ведомстве предупреждают, что в сезон вирусного обострения стоит поберечь себя. А значит, нужно проветривать помещение, пить витамины, воздержаться от массовых мероприятий и при необходимости носить маски в общественных местах. Прислушались ли барнаульцы – непонятно. Во всяком случае, в аптеках разницы в продажах не заметили. А вот что касается каких-то препаратов против ОРВИ, гриппа? Ну, тоже все в штатном режиме. Ну, осень сейчас все равно повышенный спрос. Не так, как летом. Ажиотажа нет никакого. Все спокойно. Сегодня во всех субъектах России, в том числе и в Алтайском крае, проверяли систему оповещения населения. Звучали сирены и громкоговорители, а эфир теле- и радиоканалов был замещен информацией по безопасности. Все это делалось для проверки работоспособности систем оповещений регионального и муниципального уровней. Мы решили узнать у барнаульцев, слышали ли они звук сирены и что возьмут с собой в случае настоящей тревоги. Слышал сегодня звук сирены по городу звучали? Ну, во-первых, паспорт мой, необходимые документы, возможно, провизия какая-то. Звоню родным, потом, может, зайду в здание. Продукты какие-нибудь, документы. Не знаю, предметы первой необходимости там, не знаю, спички, сжигалки там взял бы с собой. Вот. Не знаю, палатку, может, взял бы. Выходить, брать документы, выходить в клубы или где там пункты сбора. А как думаете, вот кроме документов, что еще нужно с собой взять? Ну, наверное, одежду какую-то, продукты. Мы в безопасности живем. А у жительницы Барнаула, под пол которой заливает кипятком с началом отопительного сезона, появилась еще одна проблема. Теперь ее могут топить еще и канализационные стоки. После нашего сюжета о беде женщины на прошлой неделе к дому выехали рабочие, чтобы раскопать землю и отремонтировать теплотрассу. Но в ходе работ ковш задел канализационную трубу и перспектива у жительницы совсем не радужная. Дмитрий Дроздов продолжит тему. Эта история началась еще в феврале, когда потвол Натали впервые залило кипятком. С того времени горячие заливы по дому стали регулярными, несмотря на обращения девушки в администрацию, водоканал и СГК. Ей отвечали, что теплотрасса, которая топит ее дом, бесхозная. С тех пор дом просел на 10 сантиметров. Стены потрескались, окна заблокированы. Мы рассказали об этой истории неделю назад. После приезда нашей съемочной группы на улицу Литейная наведались рабочие, раскопали проблемную зону, привезли новые трубы. Казалось бы, вот он, счастливый финал. Трубы привезли, по-моему, у нас здесь 4, 2 трубы по 4 метра сюда привезли, нагазили, мне здесь отрезали, приварили, ну, приварил сосед, спасибо вам большое, так как у подрядчика, как он сказал, не оказалось сварщиков, сварщики были заняты, вечером работу соседа доделал сварщик от подрядчика и рабочие уехали, оставив за собой новую проблему. Уехал трактор и обнаружилось, что он повредил нам канализационную трубу, в двух местах повредил. Жильцам обещали исправить это недоразумение, но прошло уже 3 дня, канализация течет в землю и неизвестно, в чей двор или дом вытечет эта беда. А пока мы дождались ответа городских властей. Вот что нам сообщили в администрации железнодорожного района на наш вопрос, кто будет чинить бесхозную теплотрассу. Сеть включена в реестр муниципальной собственности. Администрации района в адрес комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула направлена телефонограмма с просьбой оказать содействие в устранении данного повреждения. Силами подрядной организации проведена работа по устранению повреждения. У нас бесхозяинное имущество такого рода должно выявляться, учитываться органами местного самоуправления. Возможно, хозяин будет найден. Если хозяин находится, ему это имущество передается, вопрос закрывается. В случае, если у бесхозного имущества хозяин не находится, орган местного самоуправления это имущество должен кому-то передать для ответственного содержания и хранения. А пока что жители по Литейной улице вновь в режиме ожидания. Если трубы отопления сделали, вопрос с протечкой канализационных труб не решен. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации и надеемся, что в третий раз мы приедем к Наталье, чтобы поставить точку в этой истории. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Школьные учебники не пересекаются с образовательной программой. С такой проблемой к председателю комитета КЗС по образованию и науке Александру Молотову обратилась одна из жительниц Барнаула во время интернет-конференции. По таким книгам нельзя подготовиться и ко всероссийской проверочной работе, считает родитель. Однако депутат КЗС уверяет, что это временная трудность, связанная с изменением в системе образования. А сама замена учебников в регионе будет проводиться поэтапно вплоть до 2025 года. Первые пособия по истории для 11-ти классников уже поступили в школы в этом году. В них полностью переработаны параграфы, посвященные периоду с 1970 по 2010 годы, а также добавлена информация о специальной военной операции. На приобретение этих книг из краевого бюджета было выделено почти 9 миллионов рублей. Семья из Новоалтайска, которая лишилась дома в страшном пожаре, к Новому году мечтает отметить новоселье. Напомним, в июне огонь уничтожил жилье и все вещи Костелевых. Любовь Владимировна с двумя детьми осталась на улице. На помощь пришли близкие и люди, с которыми они даже не знакомы. Наш следующий сюжет о волонтерах. Была новая столешница заготовлена, задовая поварочная панель, была вытяжка, новенькая абсолютно. Вот то, что осталось. Сгоревшая мебель, фортепиано, семейные фотографии. В конце июня пожар уничтожил все. Можно представить, в каком отчаянии была Любовь Владимировна. А сейчас, в принципе, мы уже на такой волне, когда стоишь на лесах, вложишь последний ряд кирпича и понимаешь, что это вот завершающий этап. Дети помогают вместе со мной, они мне кирпичи возят, то есть и раствор подносят. Да. Теперь уже не так, конечно. Администрация Новоалтайска оказала материальную помощь семье Костелевых. Как могли, поддержали друзья и знакомые. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев помог собрать детей в школу, подарил им фортепиано. Семья, пострадавшая от пожара, и сейчас нуждается в помощи. Нужны крепкие руки, чтобы вывести с пожарища сгоревшее прошлое. По просьбе Александра Прокопьева на помощь пришли волонтеры из Новоалтайского лицея профессионального образования. Они разбирают сгоревшие бревна и доски, собирают мусор. Хорошее настроение, признак труда. Здесь большинство детей деревенских, они знают, что такое тяжелый труд. Поэтому они изъявили желание помощь показать. Мы с отцом перестраивали баню, встроили гараж, получается, для большой машины. То есть такая работа тебя не пугает? Да, меня не пугает, не особо, тем более я вроде бы как пацан и крупный и могу большие веса брать. В лицее, где учатся парни, есть добровольческое движение «Чистые сердца». Студенты благоустраивают городскую территорию, закрашивают надписи на фасадах, участвуют в акции «Бессмертный полк». В ковидные времена ребята вместе со службой соцзащиты разносили по домам продукты и медикаменты. Наши волонтеры вносят свой вклад в общероссийские проекты, а сегодня помогли семье, которая пережила пожар. Эта помощь не материальна, но конкретна и своевременна. Надеюсь, это поможет быстрее построить новый дом семьи из Новоалтайска. Парни загрузили полный зил сгоревших вещей, а после активной физической работы по традиции общий обед. Как правило, если сейчас мы помогли женщине, добро, оно всегда возвращается. Так и будет, и сыновья Любови Владимировны также кому-то придут на помощь от чистого сердца и повторят эти слова. Елена Кузовкина, Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В парке юбилейный завершается второй этап благоустройства. Недавно там высадили еще несколько деревьев, на днях установили велопарковку, а скоро на территории появится туалет. Наша съемочная группа сегодня отправилась в парк, чтобы выяснить, как возрождается юбилейный. Самое сложное было, наверное, на первом этапе, когда здесь строители зашли, и здесь просто был пустырь, то есть, заброшенное место. Это новая страница в жизни парка. Теперь без закладок. Сегодня юбилейный, как и много лет назад, притягивает жителей города. Недавно в парке по всему периметру обустроили велосипедную и беговую дорожки. А буквально на днях здесь появилась велопарковка. Выбрали в этом месте поставить велопарковку, потому что точка притяжения у нас одна из точек притяжения, находящаяся возле главной сцены в центре парка. То есть, ну, удобно, несколько расположений. Можно приехать, поставить велосипед и идти на мероприятие, к примеру, или на субботник. Сегодня общественники подводят итоги второго этапа благоустройства парка. Сделано многое. В этом году здесь высадили порядка 250 деревьев. Березы, липы, черемуху. Недавно со стороны Гущина появились хвойные. Кстати, барнаульцев часто интересует вопрос, зачем высаживать деревья в и так зеленом парке. В социальных сетях очень часто об этом и говорят. Ну, то есть, это парк и так с деревьями, зачем сюда еще садить. И все просто. Дополнительные дорожки, когда прокладывались, ну, либо даже старые, обновлялись, очень много деревьев было, ну, где-то задействовано. Где-то, конечно, можно было в обход сделать, а где-то пришлось чисто технически что-то убрать. И, соответственно, это, скажем, компенсационный фон. Совсем скоро решится одна из главных проблем парка. В нем, наконец-то, появится туалет. Пока единственный на весь парк. Каждый раз в кустике бегать. У нас уже цивилизация. Вот. Поэтому в этом году должен появиться модульный туалет. Уже сделали площадку, коммуникации подвели. И вот должны уже скоро поставить сам модуль. Напомним, что впереди юбилейный ждет еще два этапа благоустройства. Зафиналить работы должны к 2025 году. В следующем году здесь построят спортивные площадки, велоэкстрим парк, обустроят место для выгула собак. Это лишь часть работ. Что печально, парк пока живет без управляющего. Если его и не будет так дальше, то все, что здесь делается, это будет на смарку. Потому что любая среда, за которой не ухаживают, она со временем деградирует, начинает разрушаться. Нужен хозяин. Да, нужен хозяин. Ну, а в перспективе есть уже мысли, когда будет назначен управляющий? Ну, хотя бы вот. Я думаю, в ближайшее время, потому что потрачены огромные деньги. Плюс это федеральное финансирование. Надеюсь, что в ближайшее время он найдется. Кстати, 6 и 7 октября в 13.00 в юбилейном пройдет субботник. За лето на территории накопилось много мусора. По словам организаторов, субботники объединяют до 500 человек. Присоединиться может каждый. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Эвалар. До встречи. Субботник. 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 Субботник.